Святки или святые дни длятся 12 дней от Рождества Христова до Крещения Господня. В это время все поздравляют друг друга с Рождеством и колледуют. В детском саду номер 18 компенсирующего вида росинка. Светлому празднику посвятили специальное представление. Привить детям любовь и милосердие. Такие, кажется, глобальные, но вполне выполнимые задачи ставят перед собой педагоги детского сада номер 18 росинка компенсирующего вида. Помогает им в этом православная гимназия Ковчег. Три года длится это сотрудничество. Учреждения проводят совместные мероприятия, утренники, представления и сказки. Наши дети умеют любить, наши дети умеют дружить, наши дети умеют радоваться. Они ждут с нетерпением прихода детей с православной гимназии, рады им дарить свое добро, с интересом наблюдают принесенную в подарок сказку и, я думаю, непременно для себя делают самые лучшие выводы. Предлагаю детям познакомиться с православной культурой. Мы поддерживаем культурные и народные традиции, взаимодействуем с православной гимназией Ковчег и в течение года мы провозим цикл праздников, посвященных православным и народным традициям. Воспитанники детского сада подготовили для праздника небольшой отрывок народного гуляния под названием «Пришла каледа, отворяй ворота». Они читали стихи, танцевали, участвовали в играх. Ребята много узнали о Рождестве и о святках. Мальчишки и девчонки даже выучили калядки. «Сеем, сеем, посыпаем! Мы леницу посыпаем! С Рождеством вас поздравляем! Счастья, радости желаем!» На Рождестве бывает рождественская звезда. «Калядки – это длинные стишки, короткие стишки, которые очень добрые, там добрые слова». В свою очередь представление воспитанникам детского сада показали и ученики гимназии Ковчег, всем известную сказку «Морозка». Так что и здесь были русские мотивы. Педагоги и церковнослужители признаются, что результаты такого тесного сотрудничества очевидны. Ребята не только узнают много нового о культуре и традициях своей родины, но и учатся быть добрыми и терпимыми друг к другу. «Все с радостью идут на этот праздник, все с большим удовольствием, с сердцем готовятся, волнуются, конечно, дети. Но это очень такой трогательный день. Мы волнуемся, но в то же время мы видим плоды». Дарья Заснегова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».